оговорили блэковские смартфоны в стабилизаторах не работают и так ребятки сейчас будет обзор аппарата blackview bl9000 pro как вы видите акцент производителя то что есть на борту nfc память у нас 512 на 24 на самом деле 12 12 об этом позже и коробка для тех кто не спалил распаковку содержит в себе сам смартфон кабель попробую вы дерево еще для передачи данных зарядки ну и чего там можете придумать очень толстый потому что зарядочка у нас внимание вылезешь ты на 120 ватт и это вам не шутка потому что за 15 минут влетит больше половины заряда аккумулятора далее само собой заряд будет идти более медленно потому что нельзя сильно разгоняться подходя к нулю далее у нас инструмент для извлечения лотка если у вас нет ногтей инструкция и простейший быстрый старт ну то есть как что открыть куда что засунуть и само собой упаковочка самого смартфона это мы все уже убираем продолжаем рассказывать для тех кто обратил внимание провод type-c на type-c то есть подключение к компьютеру через такой провод возможно только на новых устройствах с новым интерфейсом type-c соответственно данный аппарат имеет полноценный порт type-c и я уже проверял на версии не про но здесь все то же самое сюда можно подключить через провод специальный прибор через который вы увидите изображение на вашем телевизоре с hdmi входом то есть сюда через type-c включаете приборчик в него подключаете провод hdmi туда же можно подключить type-c микрофон наушники ну короче зависимости от прибора чем больше наворотов будет тем больше всего можно подключать ну соответственно данный аппарат поддерживает трансляцию своего экрана через type-c по hdmi ну как то так название там разные бывают поэтому называть не буду меня уже пару раз обзывали люди что я неправду сказал поэтому просто изображение с аппарата на телевизор или монитор транслировать через кабель можно как это называется это уже не важно отличие от версии не про вместо второго экрана с часиками и всякими там виджетами у нас теперь тепловизор и его второстепенная камера кто не помнит оставшиеся два глазка это 50 мегапиксельный основной модуль со стабилизацией и широкоугольный модуль меньшего разрешения но с поддержкой также еще и макро режима то есть у него фокусировка настраивается от двух с половиной до офигительно большой чуть ли не бесконечность это такой вот модуль ширик плюс макро в аппарате стоит экран с довольно таки серьезной яркостью на максимал очки его видно в ясный день при ярком солнце но не сказать чтобы супер круто но видно проблем с читабельность у вас не будет также здесь у нас установлена обновленная версия дроидов версии не про была какая 13 версия дроида здесь у нас уже 14 андроид у него есть примочки одна из них мне очень понравилась на версии не про здесь господи на версии не про одна из них мне понравилась на предыдущей версии прошивки потом не прилетела по воздуху обновление которое исправила четверной клик вот кстати мне наоборот нравилось то есть вызывание фонарика было не двойным нажатием а четверным вот двойное я иногда случайно делал четыре нажатия но никак ребята приняли жалобы от тестеров я единственным кто промолчал и люди исправили ну вот я не знаю стоило исправлять но это их дело так вот вернемся до того как обновление прошивки было мне уже это понравилось но потом меня задолбало данный аппарат умеет уведомлять о входящих сообщениях уведомлениях там служебной всякой информации всплывающей так далее как экран желтеет а вспышка делает мырк-мырк сначала мне это офигенно нравилось пока я не понял что когда я работаю среди людей аппарат у меня в руке я людям бью в глаза вспышкой вот тогда мне пришлось это дело отключить оставил только желтение экрана очень прикольный наворот по-моему это от 14 андроида слева у нас как всегда можно поставить виджет от black view туда же можно поставить уже не виджет от black и а гугловский умного помощника убираем ставим google тогда у нас там будет гугловская тема рабочий стол имеет возможность блокировки рабочего стола изменение сетки рабочего стола 4 на 5 4 на 6 5 на 5 5 на 6 добавлять можно ярлыки можно папки обычные папки большие виджеты умный помощник тоже кстати редактируется на рабочем столе убирается все то есть даже вот этот вот виджет который раньше был не убиваемый да теперь он убивается только есть один косяк меня вечно здесь попадают две иконки почему этот виджет хочет быть широким скотина а я вот так вот заужаю и ставлю сюда две свои иконки они вечно сгорают чаще всего это как и сейчас это калькулятор это вот я тоже передам производителем и поймал еще один ключок интересный когда по ссылке переходишь в приложение ян ой алиэкспресс совершаешь покупку пытаешься выйти из покупки в список заказов ты зависаешь наглухо в этой программе причем все работает но выйти ты из нее никак не можешь то есть ты наглухо в этой программе то есть вот здесь то есть мы в ней зависаем и нам тупо из нее не выйти то есть мы так дергаем а у нас экран только дергается ничего но возможно это устранится после полного сброса настроек потому что еще раз напомню я обновился но сброс я не делал очень часто люди обращаются с сброс настроек делал нет сделать сброс настроек потом люди говорят спасибо все помогло поэтому я и не люблю когда много обновлений но есть люди которые уверяют что обновлений должно быть очень много они должны приходить вместе с по нескольку раз ну я не из этих ладно хорошие стороны этого аппарата мощнейшие железо на но для меня лично на поприще броников цп у нас ну 1100 по одной маркировке по другой 80 какой то это медиатеку вопросы у них есть такая двоякая система аида цепляет почему-то старую версию хотя по новой версии мт-68-91 сейчас запомним посмотрим кто это так мт-68-91 медиатек вот 80 20 по-другому то есть 1100 и 80 20 это одна фигня почему так маркируются а черт его знает существует две маркировки про один и тот же процессор кстати у нас тут малейджи g77 mp9 и максимальная частота ядер 2600 ну и там то ли два то ли четыре но неважно это все смотрим в описании если вам нужны такие дебри это идите чисто на сайты с со спецификациями там это все прочтете вот вы увидели уведомление желтеньким экраном и при этом хорошо играет кстати вибро здесь как так называемая линейная то есть он не крутится а вот так вот вибрирует мне очень тема нравится но звук своеобразный ладно вибро чувствуется в кармане очень сильно не глядя на то что аппарат толстый прием сети везде офигенный не глядя на то что нету как называется забыл умное слово несколько частот одновременных по интернету работающих короче агрегации в данном аппарате не завезли но при этом скорости хорошая сейчас у меня видите да включены мобильные данные это у нас мтс сейчас при вас делаем спид тест напоминаю я сижу в квартире происходит тестирование напоминаю агрегации в данных аппаратах просто нету в квартире 43 то есть на улице если мы выходим получаем намного больше ну 43 это увидели пиковые сейчас он пытается обратно вернуться убрать руку от зоны антенны то скорость опять возвращается не забываем что мы сами немножечко являемся помехами в общем вы поняли скорости достаточные даже дома при этом у меня есть аппарат на snapdragon не на котором уже три года там агрегация есть с агрегация скорости меньше как я не понял это вопросы не ко мне по антуту я ничего не скажу это к производителю там 800 чем-то тысяч есть но я в эти все файлики не верю я верю в игры игры как видите у меня стоят и с этими играми видео на канале аппарат с ними справляется просто бомбезная в шоке что такое папки большие сейчас покажу так уйди а вот большая папка в маленькой папке вы видели я нажимаю и раскрывается папка вот так да а в большой можно запускать прямо из папки до занимает она место больше но в ней помещается сразу 9 ярлычков ну ее можно убрать целиком можно распустить можно переделать в маленькую папку это все позволяет рабочий стол от компании black you то есть black и лаунчер по моему так называется виджеты в его собственном помощники тоже можно менять можно двигать изменять и так далее я можно новые добавлять ярлычки программ и чертов стуле на мой взгляд очень удобная вещь также видеоредактор с легкостью кодирует видео в 4к что немаловажно для тех людей кто планирует в 4к видео снимать и потом их и переделывать ну и соответственно это доказательство того что и видео сам аппарат пишет с легкостью в 4к при этом качество хорошее для броника потому что например пока x3 как бы стыдно не было пока снимает лучше но я надеюсь что ребята его допилят потому что есть некоторые моменты в которых они пока слабовато все делают хотя могут задел есть частота видите да почему потому что 60 кадров в секунду возвращаем на 30 мерцание уходит потому что у меня лампочки 50 мир моргают этот пишет 60 это как-то близко и ему мешает фиг знает почему микрофон включается выключается сетка формат видео хевк и h 264 звук затвора можно включить выключить местоположение он записывает ваши координаты максимальное видео 4к подавление мерцания 50 герц попробуем еще раз 1080 на 60 все равно мерцает ну вот такой вот у него 60 она видимо не совсем 60 но ближе к 50 или у меня прожектора 60 но может быть дешевые прожектора ладно у нас есть в камере доступ сразу к широкоугольной камере здесь у нас разрешение возможно максимум 4к но уже никаких 1080 на 60 не завезли то есть 4к 1080 720 все в обычном разрешении зато видите насколько шире он видит возвращаемся к обычной камере меняются даже баланс белого то у нас двойное увеличение пятикратное увеличение и десятикратное цифровое само собой увеличение но на мой взгляд очень даже хорошо почему я говорю что задел есть сейчас объясню почему я на него ругаюсь сейчас я в начале видео видели стабилизатор до ходил с этим стабилизатором делать тестовое видео в питере сегодня должны было быть пасмурно но очень яркое солнце так вот при ярком солнце я получил качество видео хуже чем тогда когда я снимал при пасмурном то есть ребята что-то накрутили намутили и пока что при очень ярком свете снимает уже не так хорошо как при пасмурном абзац обычно при ярком свете снимала всегда лучше ну ладно стабилизация в видео есть но она работает не сильно ее работу лучше видно вот в фото атаку видите очень просто вот я дергаю да потом останавливаюсь а он доводит то есть стабилизацию видно хотя бы поэтому но она к сожалению дает результатов больше фото потому что момент когда вы нажали на кнопочку она на время стабилизирует и снимает то есть смазывание стало намного меньше видео же со стабилизацией стало дело не так хорошо почему потому что обычно блока была электронная стабилизация здесь же теперь ее у нас отобрали ее можно включить в open камере например но есть один косячок сейчас мы о нем поговорим open камера также как и программы для всяких видеоконференции звонков и так далее она при повышении частоты до 60 на она что делает правильно она снимает видео прямо с аппарата получается что она видит тот частоган который есть а изначально здесь камеры видимо немножечко темноватая и осветляются они программно ведь это 4k все хорошо но если сделать 1080 на 60 если еще и включить стабилизатор вы увидите что в кадре у нас будет темнее я попробую найти а 60 у нас как ладно вернемся 4k что 60 я забыл топом в настройках надо делать а теперь включаем стабилизацию и у нас не поверите стало темнее как это проверить к сожалению надо выключить свет вспышечку у нас надо выключить а то что это она вдруг жулит вот мы видим стабилизации а хотя нет смотрите к исправили значит обновление то прилетало значит осталось во всех остальных аппаратах это дело исправить потому что на всех аппаратах blackview жалобы именно на это что когда включаешь стабилизацию или 60 кадров в секунду изображение становится темнее видимо блоки все-таки это дело исправили ничего молодцы ничего больше сказать не могу так вот здесь у нас в настройках есть стабилизация вы это видели также можно залезть и вообще очень тонко все настроить почему мне эта камера нравится больше чем стоковая и у нее даже настраивается работа двух микрофонов то есть нужно сначала сделать так потом выбрать откуда идет звук ладно верну по умолчанию а вот источник звука и можно поймать такой вариант когда у вас будет звук писаться с двух микрофонов коих здесь два один вот здесь второй здесь стерео база получается не очень широкая потому что второй по идее должен был быть здесь чтобы все было хорошо и и при этом у нас есть один косяк вот этот микрофон это микрофон шумоподавления это разговорный у них разные чихиха то есть частотные характеристики соответственно мы получаем что неправильный стереозвук так это же такого понатыкал поэтому в стоковой камере возвращаемся к ней видео пишется с монозвуком но с использованием шумоподавления плюс я смотрю здесь даже лучше работает оптическая стабилизация видимо для этого еще какие-то примочки нужны open камеры видимо права на них не дали но open камера тонко настраивается так что с ней можно все и в ней я думаю можно будет и стабилизатор завести на сто процентов и так далее и тому подобное потому что в этой камере даже есть а2 dp видо изменения и так далее они а2 dp изменить камера api вот можно вернуть оригинальный можно переставить на камеру 2 api и еще целый вагон установок поэтому если вы хотите поковыряться данный аппарат это позволяет можно ли сюда завести google камеру я не знаю новую версию имеется ввиду а старый само собой 18 работает 5018 она работает практически везде здесь я обнаружил еще косячок у меня нормально не заработала во-первых скачивание antutu потому что там был лайфхак как обойти систему обмануть и закачать все-таки кэш видео тестов этого я не смог и еще какая-то программа у меня одна не пошла какая-то такая редко используемая людьми но я зачем-то ее все время тыркал она здесь по-человечески не а а кубе 3 а кубе 3 сюда нормально не встает при попытке откалиброваться она говорит что калибровка не получилось или меняйте софт или пробуйте заново пробовал раза 3-4 ничего особого не получил ладно вернемся к интерфейсом и так далее сим лоток две симки карту памяти вставить нельзя многофункциональная кнопка но я уже показывал я настроил только двойной клик на так настраивается одиночный клик двойной клик и длительное удержание далее только надпись что защита от встрясок справа у нас качелька громкости кстати кнопки все металлические есть точнее даже силами скорее всего и ребрышками обозначены края от видите да как бы плюс и минус просто обозначены ребристостью ниже кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца работает шустро я бы сказал мгновенно поэтому проблем ноль сверху у нас один из динамиков оттюнингованной маркой harman kardon попробуем сделать чтобы это увидели о тут даже помечено снизу такой же точный динамик они оба кстати сеточки закрыты отверстие под микрофон в котором виднеется белесая мембрана защитная почему микрофон пишет немножко слабее чем у аппаратов без защиты от воды и под заглушкой порт type-c который здесь выполняет функции просто всего через него как я уже говорил можно выводить изображение на телевизор монитор заряжать сюда же можно подавать лан через опять же переходник он у меня есть проверен работает сюда же подключается наушники или усилитель опять же через соответствующий переходник но я честно говоря против этого всего аппарат защищенный заглушка должна быть закрыта а когда заглушка закрыта подключаемся мы через bluetooth wi-fi и все остальное которого в этом аппарате дофига интерфейс кстати 14 дроида немножечко уже претерпел видоизменения про это если будет смысл я сделаю отдельное видео пока от себя замечу что данный аппарат умеет записывать разговоры и умеет записывать их автоматически настраивается прямо в настройках включили и он пишет всегда сохраняет он их на карте ой на карте во встроенной памяти и можно прослушать сразу же в диктофоне хотите через файл менеджер находите и слушайте другими плеерами так включаем подсветку что у нас еще здесь есть прикольного экран темная тема три варианта поярче потусклее средненькая ночная подсветка экран будет желтеть заставлять вас усыпляться вот так и можно сделать как увидели чтобы он включался по расписанию этот режимчик размер шрифта меняется три варианта плюс три шрифта то есть три шрифта извиняюсь плюс 3 градации как-то увеличить уменьшить сам шрифт и отступление масштаб изображения на экране тоже в трех вариантах блокировка ориентации это зачем а перевод неверный это поворот экрана это значит все-таки не исправили время отключения экрана до никогда то есть always он настоящий есть адаптивный спящий режим то есть пока вы смотрите он не выключится глаза убрали он погасится так этого тут были оптимизация цветовой температуры можно переставить на профессиональный и менять на то как вам хочется самим я пока вернусь к стандартному аппарат ящик к сожалению не на сто процентов изучил позже займусь этим делом так у нас есть заставка цвета фото часы но интересно почему не дает посмотреть на мгновение какое-то и хватит ладно я не гордый я питание подам числе посмотреть хочу ну-ка так а в горизонтальном виде ему проще вот вам часики ладно питание убираем пока не нужно экран блокировки вместо заблокированный экран уведомления показывать показывать не все или показывать ничего использовать виджеты или не использовать быстрые действия то есть ярлычок слева и справа вертикальные часы хз что это такое включать ли экран при получении уведомлений многим этого не хватало оно есть настройка диода о чем он будет повещать диодик он там включать ну опять изменить а выключить отображение все правильно режим чтения все станет черно-белым на выключить это изображение вот этих значочков вот если кто не обратил внимание смотрим я те выключу не трогать так отображение скорости интернета появляется там шторки скорость экрана 120 90 60 или умный когда он сам решает какой это какой скорость должна быть отображение статуса разговора но статистика идет во время когда вы с кем-то разговариваете обои персонализация у нас есть настройка темы нет короче вот это вот нажимаем а сверху все меняется сверху это для отображения все понятно также есть ярлычки слева и справа но еще раз то что мы до этого уже видели есть темы чистые волны и масло есть обои можно также свои загружать и тематические связанные с темами персонализация значков то есть вы видите можно менять размер можно менять форму ярлычка и вообще два пакета иконок у нас в наличии доп функции режим перчаток после чего он начинает срабатывать еще когда вы только подносите палец грубо говоря как рану обнаружение проверочных кодов во входящих сообщениях и вот про записывание то что я говорил записываются автоматически автоматически не записываются только с назначенных номеров а можно вообще выключить запись если вы не хотите очистка динамика переключатель таймера на еще один вызов будильник непонятно почему и интеллектуальное сканирование когда смартфон у вас лежит да вы его включаете и мордой поворачиваете какому-то qr-коду он его сразу же сканирует и на экране появляется информация о данном qr-коде так безопасность нам не интересно жесты у нас есть снимок экрана и камеры тремя пальчиками но после этого напоминаю может пострадать мульти-тач у многих страдает можно переключиться на трехкнопочную навигацию но мне нравятся жесты вот настройка умные кнопочки что на нее возможно поставить мы сейчас увидим это служебные на одном экране умещаются а также просто открытие любого приложения которого нравится есть умная кошка которая у нас вот там справа его можно настраивать ставить в него виджеты и также приложения но мне умная кошка нафиг не нужно уж извиняйте у каждого своих тараканы если кто хочет узнать где у нас настраивается память нужно найти сначала память где-то тут у нас указана оперативка вот и можно включить расширение аж до 24 то есть получим вообще 36 говорят прилетело обновление для разработчиков режим включается я его уже включил как это делать есть на канале и дальше можно посмотреть сколько у нас занята оператива сколько свободно посмотреть статистику за многие часы использование памяти так что помогает этот режимчик разработчика есть куча наворотов на паузе кому нужно сами глянете можно отображение частоты в левом верхнем углу сделать ну в общем стандартный мтк режим разработчика стандартный также здесь есть и как вы думаете что правильно инженерное меню в котором можно настраивать и частоты и бенды и звук и отключить автоматическую контрастность на улице настроить соответственно громкости динамиков микрофонов и так далее очень полезно если вы понимаете что это и очень опасно если вы в этом не шарите так встроенные у нас есть заметки видимо блоков договор потому что заметки все лучше и лучше они постоянно их рекламируют но я к сожалению у них пока так и не переехал встроенный софт от google а есть плюс если вы покупаете версию для россии будет собственный софт от яндекса и ему подобного то есть российские программы сюда же с легкостью доставляются все ваши программы какие хотите встроенный калькулятор имеет умный режим так называемая наука и режим обменника и режим основного обычного калькулятора запущенные у нас достаются вот таким образом и вот она примочка 14 дроида нету ярлычка осознанном замочка нужно нажать сюда и заблокировать если вы хотите чтобы данное приложение висела фоне тут же можно посмотреть информацию о приложении и сделать все его настройки далее есть морозилка которая позволяет замораживать ненужные вам в данный момент программы а потом с легкостью их разморозить или создать прямо отсюда ярлычок на них то есть например я могу сделать вот так и у меня на рабочем столе появился ярлык на эту программу но программа при этом не разморожена в чем разница объясняю мы сейчас запустим она временно размораживается ею можно будет даже попользоваться но как только мы из нее вышли она опять заморозилась и она фоне не висит ничего не тратит ничего не требует и она вообще в общем молодец кроме морозилки здесь есть управление системой в котором нам нужно управление приложениями хотя нет сначала нам нужно включить то самое управление приложения то есть очищать память после блокировки экрана далее заходим управление приложениями автоочистка здесь помечаем включением рубильника те программы которые должны висеть фоне и вы должны с них получать постоянное уведомление например на часы как у меня далее белый лист то есть программы которым разрешено больше чем другим вот если 4pd разрешу то любая программа только еще 4pd будет их будить и 4pd будет скидывать свое уведомление далее автозапуск это программы которые будут стартовать при перезагрузке смартфона и соответственно каждый раз после перезагрузки они уже будут висеть в фоне и уже мочь уведомлять вас на часы например или еще как-то или получать уведомления с сети короче все такое также замечу что это 14 дроид также как и 13 он имеет отдельные настройки интернета для приложений и вообще очень много всяких дополнительных приложений настройках приложениях вот они уведомление вспышкой подсветка экрана желтая короче навороты навороты еще раз навороты если ребята смогут допилить в данном смартфоне камеры до состояния как минимум у пока x3 то есть как у как минимум пока x3 то это будет просто пушка сейчас это очень быстрый аппарат имеющий плюсы и минусы минус не очень хорошая съемка видео на ярком освещении при очень ярком солнце и аккумулятор который вроде бы 8 800 но у меня его на два дня но никак не хватает то есть один ну максимум полтора дня и все многие скажут что это хорошо потому что многим там на день не хватает да согласен но аппарат тяжелый я ждал от него большего если ребята смогут допилить автономность это будет пушка но возможно есть такая версия что автономность плохая именно потому что у нас есть дофига оперативы очень большой накопитель быстрый процессор и яркий экран при этом он большой и возможно из-за этого всего и батареечка кушается так быстро кстати тепловизор работает про него есть отдельный видосик но быстренько обращу внимание ваше на его работу запускается как всегда не очень быстро есть калибровка есть режим свечки то есть когда больше температуры показывать нажимаем и у нас температура до 400 с лишним если перечеркнута свечка значит температуры вовсе не до 400 с лишним то есть там 150 по моему предел потом можно шкалой измерять цвета отключать ну короче ну не нужны вам температуры чтобы не отображались ограничиваете их в графе и они просто не видны есть режим замера есть прицел вид прицела и есть ручная калибровка вот на эту кнопочку нажимаете он автоматически ну опять не автоматически с вашей руки калибрует несоответствие сейчас изображений у нас в настройках можно соединить то есть заходим в настройки тут будет калибровка и можно даже тип поверхности излучающей тепло менять сохранять ли местоположение включена ли автокалибровка и программа выравнивания изображения как я вам и говорил который на самом деле происходит не очень просто нужно соблюдать все четко как написано и тогда калибровка будет правильная если же вы немножечко накосячить эта калибровка будет неверно я на этом деле я думаю пора завязывать тепловизор как вы заметили наверное по изображению же 120 нас 160 что ли короче он улучшенный по сравнению с предыдущими блэковскими но на рынке есть уже и более хороший тепловизор в смартфонах но ценник там правда в два раза больше аппарат продается примерно за 43 тысячи но есть информация что некоторые лоты на озоне озон глобал продавались а может быть еще и будут продаваться всего по 20 с небольшим тысяч как говорится ищите и найдете носив заканчивая добавлю что у данного аппарата нет места под шнурок и таковое я сделал вот такая штучка мной была давным-давно получена с алиэкспресса сюда приклеил просто на банальный клей b7000 соответственно она будет съемной если очень надо в нее вставляем резиночку и у нас появляется то чего на мой взгляд этому аппарату очень сильно не хватало не получается закончить у камер есть защита виде четырех островков у экрана есть защита в виде рамочки по периметру соответственно динамики защищены вот этими вот выпуклостями и сетками внутри них аппарат воды не боится ударов в ограниченных пределах самое плохое самое слабое здесь вот это вот тепловизор он работает не через стеклышко через германий германиевая такая пластина и вот она на мой взгляд более хрупкая во всем этом аппарате потому что у нас везде тут горилла виктус по моему еще всякие навороты но вот германий он более слабый поэтому все равно рекомендую потому что если им куда-то швахнете во первых может съехать сама матрица внутри тепловизионная а вскрытие аппарата данного я даже не знаю как происходит потому что вот под этой вот декоративной кэзэшной накладкой если шурупы или нет я не в теме или возможно придется экран отклеивать поэтому лучше на мой взгляд не ронять но если уж уронили я не про версию уронил у меня коцка там вот на этой рамочке от камеры а в остальном аппарат выжил причем уронил его с высоты своей поднятой к лицу руки это где-то метр семьдесят наверное на асфальт и только одна вмятинка меня это очень сильно порадовала сначала думал все хана аппарату но нет и также аппарат ведь имеет плоские грани с легкостью стоит на столе всем спасибо всем пока надеюсь было информативно и интересно постарался как мог в конце чуть-чуть фото видео примеров с ними напоминаю будет отдельное видео всем пока а теперь друзья перед вами фото и видео примеры как я и говорил сначала будет доска от кинотеатра в которой мы хотели смотреть новую алису далее машины на улице по дороге к этой алисе после этого несколько фоток кстати двухкратный зум оригинал и ширик уже в более пасмурную погоду когда на мой взгляд данный аппарат снимает уже намного лучше потом видосик с фронтал очки полное количество полная кассета всех фото и видео в отдельном фото и видео обзорчики скажем так всем пока а это у нас тест фронтальной камере при пересвете сейчас уйдут тенечек такой переменный и меня должно стать хорошо видно чрезмерно яркий свет как я понял облаку все таки не мешает но так снимает фронталку на ярком солнце весна оперструктура Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok